Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, чтобы вам сказать, что не надо себя перебарывать. Вот серьезно, перебарывать себя, значит, подавлять себя, значит, не давать выхода своим желаниям, потребностям и так далее. А это ничему хорошему не приведет. Поэтому не перебарывать себя на самом-то деле нужно, а более четко нам может быть, более ясно представлять себе, чего вы хотите, в чем вы нуждаетесь, чего вы боитесь. Какое значение для вас имеет молодой человек? Вот вы пишете. Во-первых, с того, 7 месяцев вы общаетесь с молодым человеком. Ну, возникает вопрос сразу. Во-первых, почему вы выбрали именно отношения на расстоянии? Такой вопрос, он всегда имеет место быть. Ну вот, были ли у вас отношения с реальными людьми? С молодыми людьми, которые были непосредственно с вами? Если были, то как складывались отношения с ними? И что, собственно говоря, помешало вам построить с ними крепкие-крепкие отношения, может быть, даже с семью? Это первый вопрос, который вам нужно разобрать. Второе. Второе можно пояснить так. Если вы встречаетесь или, ну, находитесь в отношениях с мужчиной, то логично будет пригласить, что, наверное, вы хотели бы как-то все-таки с ним встретиться, может быть, может быть, привести ваши отношения в более близкие, более активные, да? И, соответственно, вопрос возникает. А что стоит на пути к этому? Вот конкретно. Вы не понимаете, что 7 месяцев срок большой. И вы понимаете, наверное, что если до этого момента, до этого времени, мужчина с вами не встретился, значит, либо ему это неинтересно, и тогда это очень приводный звоночек вам, либо что-то мешает. Но вопрос, который нужно для себя в любом случае прояснить, это вопрос, что? Что мешает встретиться вам с ним? Если вообще вероятность того, что вы переведете отношения ваши в более вот близкую, более реалистичную форму. Если есть, то хорошо. Старайтесь именно это и сделать. Старайтесь именно на это и обращать внимание, и именно об этом говорить мужчины, именно на этом концентрировать свое внимание. А если нет, тогда момент. Вот как у вас сладом от момента. Видите ли? Без перспективы Возможные встречи Ваши отношения обречены на Вот постоянно На вот такую постоянную динамику Когда Вы страдаете, мучаетесь, не знаете, где он и с кем он, что он делает и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы не хотите для себя такого, нужно определяться с приоритетом. Это, наверное, следующее и тоже очень важно. Перспектива ваших отношений Какая она? Есть ли настрой у вашего молодого человека, у вашего мужчины, есть ли у него настрой с вами встретиться и, вообще говоря, построить более крепкие взаимоотношения? Если нет, что он об этом думает, очень важно узнать и какие у него планы. Еще раз, 7 месяцев срок достаточно большой для того, чтобы решить для себя подобные вопросы. При желании сказать. Следующее, о чем мне хотелось бы вам сказать. Это касается, собственно говоря, того, как вы реагируете на мужчину. Реагируете на него вы достаточно сильно. Реагируете вы на него достаточно интенсивно. И поскольку не можете ни о чем думать, кроме него. И ни о ком, я так понимаю. И делать ничего не можете, кроме как напоминать ему о себе и прочее. Соответственно, возникает к вам такой вопрос. Получается, что мужчина для вас, как минимум, очень значим. Настолько сильно, что вы делаете его центром своей, ну, деятельности. Центром своей, может быть, даже жизни. Центром своей, своего мира и так далее. И если это так, то его значение для вас, его значение именно для вашей жизни, для вашей личности и так далее, очень важно выделить. Почему? Просите вы. Потому что именно значение его для вас определяет то, как вы к нему относитесь. Согласитесь, что молодой человек к вам относится по-другому. Более спокойно, более выдержанно, более вежливо, может быть. Ну и не преследует такой цели, чтобы постоянно о себе напоминать вам. Это значит, что он менее зависим от вас, а если он менее зависим от вас, значит его значение, ваша значимость для него существенно меньше, чем ваша значимость его для вас. Из этого следует, что мужчина вам важнее, чем вы ему. И, коль уж так, то надо бы определить, чем и почему, ну вообще-то говоря, чем, чем обусловлена такая значимость. Чем она определена? Какие вы свои желания и потребности ходили через мужчину удовлетворить? Именно свои. И, поскольку вы не можете ни о чем думать, кроме как, кроме как о молодом человеке, то несложно сделать такой простой вывод, что он для вас значим именно как источник, как средство достижения ваших желаний. И вопрос тогда можно ставить так. Какие это желания с вашей стороны? Какие это потребности, опять же, с вашей стороны, и почему вы, условно говоря, хотите, думаете, надеетесь реализовать их, эти желания, только через молодого человека? Чем обусловлена такая постановка вопроса в удовлетворении ваших потребностей? То есть необходимо отграничить желания лично ваши и лично то, что вы хотели бы. И, собственно говоря, стремление сделать человека счастливым, то есть молодого человека вашему мужчину, стремление сделать его счастливым, безусловно, и ничего не требуя взамен. Вот это, пожалуй, следующий важный момент. Разгрузить наши мысли мужчины для вас и убрать, снять, снизить, если угодно, сверху мотивацию быть с ним, которая у вас сейчас превалирует. Ну и последний момент. Это ревность, которую вы испытываете, ревность пресекает из неуверенности в себе. Соответственно, нужно понять, в чем именно вы неуверенны в себе и поработать с этим, потому что пока и если вы будете неуверенны в себе, то это будет вам очень сильно мешать. Выстраивать отношения с мужчинами вообще и с этим мужчиной в частности, то есть неуверенность в себе, ну, опять-таки не побаливать, как вы говорите, а правильно реализовывать, правильно смотреть на ваши недостатки. Неуверенность – это сигнал. Сигнал к тому, что вы какую-то часть себя, например, не принимаете какую-то часть себя, не желаете, например, исправлять или как-то работать над своими недостатками, допустим. И тем самым вы генерируете вашу неуверенность в себе еще больше. А мужчина, как вы, я надеюсь, понимаете, волей-неволей выступает источником для купирования этой неуверенности в себе. Дальше. Дальше. Вам необходимо понять, какие у вас есть страхи. То есть, что вами движет при реализации, при осуществлении поведения, которое вы сейчас продвигаете. Чего вы боитесь? Что вы можете, по вашему мнению, потерять, если мужчина, например, не будет с вами? То есть, знаете, очень важный момент, потому что страхи делают вас, опять-таки, зависимой от человека, и это не идет вам на пользу. Зависим. Соответственно, со страхами также можно и нужно бороться. И вот здесь это будет уже уместное выражение, что страхи действительно нуждаются в том, чтобы с ними боролись. Но боролись не путем жесткого, например, подавления. Тут ситуация несколько иная. Страх нужно осознать. Увидеть за них реальную негативную форму, реальное негативное направление на вас. Подстроить свое поведение под это реальное негативное обстоятельство для вас. И тем самым исключить пребывание в фактор страха в вашей жизни. Это, естественно, с одной стороны, а с другой стороны увидеть, что за ним, за этим страхом, нет абсолютно ничего реального и нет ничего того, что страх бы собой опосредовал. То есть страх – это не мистическое представление. Нереальное. И вот чем быстрее, чем яснее вы это для себя поймете, тем лучше будет для вас. И это поможет вам лучше реализовывать себя в отношениях с мужчинами и вообще в жизни, вообще в взаимодействии с людьми. Страхи делают нас зависимыми. Это, пожалуй, последнее, что я хотел вам сказать. То есть вот так простой совет вам, по моему мнению, не поможет простой совет. Потому что здесь и то, как вы позиционируете себя в отношениях с мужчиной. Здесь и ваша модель женского поведения. Здесь и ваши отношения, скорее всего, с родными и близкими. Потому что, ну, очевидно, что с этим тоже есть некоторые проблемы. То есть именно из детско-родительских отношений, вероятно, пошло то, что мы сейчас наблюдаем у вас. Если это так, то с этими тоже нужно разбираться. И просто так оно не исчезнет, не пройдет. Здесь и то, что вы вкладываете, значит, в взаимодействие с мужчиной. Здесь и значение мужчины для вас. То есть это очень важные моменты. И поэтому говорить о каких-то советах вам, ну, я бы не стал. Совет, он не решит вашу конкретную, вашу реальную, настоящую проблему. Так что, что вы можете сделать? Вы можете в каждом конкретном направлении, которое я вам предоставил, поработать. Либо сами, либо с помощью психолога решать уже вам этот вопрос. Но тем не менее, только в результате, только в результате работы, только в результате осознания всех тех моментов, о которых я вам сказал. Можно надеяться, что ситуация изменится, и вы перестанете быть настолько зависимой от, например, мужчин. Ну, или от людей в частности, если такая ситуация происходит не в первый раз. А совет, ну, давайте будем честны, совет вам может дать кто угодно. Например, друзья, подруги, простые люди. Ну, совет это все-таки не то. Все реально помогает прижать проблему. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей жизни что-то начало меняться, что-то начало двигаться в другую, более лучшую, более позитивную сторону, то необходимо для этого, к сожалению, превращать некоторые усилия. Вот, на этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!